Мероприятие стало частью масштабной общенациональной кампании по восстановлению лесов, старт которой Министерство природы России дало в сентябре. Высаженные сегодня хвойные деревья позволили достигнуть рекордной отметки всероссийской акции «Сохраним лес». Посадил 30-миллионное дерево президент Гвинеи, а возглавил делегацию министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин. Мы предложили нашим африканским друзьям, потому что такие проблемы существуют не только в России, и в том числе и в Африке, там есть серьезные программы по проблемам опустынивания. Мы сделали 30 миллионов посадка деревьев и максимально привлекали, конечно, нашу молодежь, наших детей, волонтеров в том числе, которые должны участвовать в этих акциях. Это в том числе связано с большим количеством пожаров, которые этим летом были по всей Сибири. В связи с климатическими изменениями они касаются не только России, но и африканские страны, именно поэтому мы здесь и с ними. Акция продлится еще полторы недели, а это значит, что 30 миллионов – не окончательная цифра. В целом, это мероприятие не только положило начало возрождению российско-африканских отношений, но и показало, что вопросы экологии, сохранения и восстановления природных богатств едины для всех стран и народов. Министр природных ресурсов России отметил, что реализация проекта «Сохраним лес» должна иметь международное продолжение, и передал символическую эстафету африканским коллегам. Очень важно сохранять природу в условиях изменения климата. Мы в нашей стране тоже начали кампанию по сохранению растительности и, в частности, запретили вырубку некоторых видов деревьев. Я рад за россиян, за жителей Сочи и поздравляю вас с тем, что вы являетесь участниками такого мероприятия. Земля – это наш дом. И все мы должны объединить свои усилия ради одной общей цели – сохранения природы. Деревья символизируют жизнь, рост, продуктивность, и мы вдохновлены этой природой, впечатлены парком южной культуры. В Маврикии мы также реализуем программу по выращиванию деревьев, и это то, чему мы учим в наших школах. Дендрологический парк южной культуры расположен недалеко от Олимпийского парка, где и проходят мероприятия саммита и форума «Россия-Африка». Саженцы выращены в теплицах учреждения и хорошо адаптированы к климатическим условиям региона. Это местная, она называется Кавказская пихта, пихта Нормана, я описал, которая живет именно в нашем регионе на Кавказе. Ему достигает высоту 60-70 метров, в обхвате, в объеме 1,5 метра, живет 150-170 лет. Южная культура – это один из старейших парк Адерского района, он более 100 лет ему. У нас последние за 25-30 лет два было больших смерча, и процентов 50 парка было погибли. Погибли все хвойные породы. Поэтому было принято решение – это восстановление парка и восстановление хвойных пород. Мероприятие в рамках акции «Сохраним лес» открыло программу саммита «Россия-Африка». Он проходит под сопредседательством президента России и президента Египта. Ольга Десятого, Инга Габеша, телекомпания ФКТ.